У меня про списание «Тотальный диктант». Я сейчас в другую лаунж-бар, дарю на «Тотальный диктант», а потом в спад. Маме, а кто сам до себя диктант? Чё? А ты с какой целью интересуешься? На «Тотальный диктант» идём, и чё? Ивановцы приняли участие во всемирной акции «Тотальный диктант». Это ежегодное мероприятие проводится десятый раз, но город-невест присоединился к нему впервые. В «Тотальном диктанте» бесплатно смогли принять участие все желающие. Это акция для тех, кто давно не писал от руки и не боится проверить уровень знания русского языка без подсказки программы «Ворд». Принимают участие все шесть континентов, включая Антарктиду. Ну, в Антарктиде пишут не пингвины, а учёные-полярники, которые сейчас там в экспедиции. Принимают участие и космонавты у нас в «Звёздном городке», ну, в том числе и Иванова. Решила подключиться к этой очень хорошей образовательной акции, цель которой – привлечь внимание к грамотности. Тексты для «Тотального диктанта» создают российские писатели. Тема этого года – «Коммуникации в современном мире». На этот раз диктант подготовила Дина Рубина. Авторское произведение долго адаптировали для того, чтобы его можно было писать под диктовку. Вопросы, относящиеся к могущественному интернету, вполне можно назвать экзистенциальными, как и вопрос о том, что мы делаем в этом мире. Нет такого прибора, который мог бы определить явную пользу и столь же явное зло, что приносят нам все великие изобретения. На ближайшие 25 лет уже составлен список авторов, которые готовы написать тексты для «Тотального диктанта». Число желающих проверить свою грамотность тоже растет. Диктант пишут не только взрослые, кто уже начал забывать правила, но и дети, которым еще предстоит постигнуть всю сложность русского языка. Сначала было в первом классе немного сложновато. Некоторые правила я не понимала, но сейчас четверть закончила на пятерку. Мне очень нравится русский язык. Это сокровище России. Все должны его знать и уважать, потому что без него бы мы не общались. Свою оценку за диктант участники акции узнают 9 апреля на официальном сайте акции. В списке отличников и двоечников вывешивать не будут. Все написавшие диктант вне зависимости от результата получат сертификаты участника акции. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.